Открытие такое было, что в начале картины идут все такие земные, это как действие солнышка, там вот цветы, планета, да, земля сначала, а потом радуга, бабочки, цветы, это то, как земля отвечает на солнечное тепло. Потом во втором куплете это такое вот, ну как, жизнь неведомая совершенно, такая красивая, такая загадочная, космическая, а в третьем куплете там они соединяются. Сначала две картинки это как души людей, души как цветы, сначала цветущие розовые цветочки, потом эти цветочки полетели, да, устремились куда-то вверх, а потом полетели эти искорки, это в видеотексте тоже было, там они были в движении, а здесь оно в картинке, и как-то это, а куда они полетели? А полетели такое ощущение, что возвращаются к солнышку, потому что там из этих цветочков физических, розовых цветочков, они становятся искорками, а потом и свечением каким-то космическим. Это же видеокнижка, а книжка, она всегда дарит какие-то знания, всегда. И вот так очевидно, что вот, ну какие знания видеокнижка дарит, да, сейчас. Вот такие знания о свете, о жизни, о счастье. Как бы я читаю, понимаешь. А всегда в видеокнижке, в принципе, книжка, всегда хочется походить на главных героев. Да. Это в твоих книжках написано, чтобы править пример, чтобы править этот образ. Ощутилось, что видеокнижка, она помогает вот эту сказку сделать явью, благодаря тому, что моя интонация, она становится другой. Потому что мы же аудиокомпозицию услышали, мы услышали голоса авторов. Сколько нежности, теплоты там, насколько они утончённые. И читая книжку, прям как вспоминаешь эту интонацию, и прям ощущение, что и голос, он становится добрее, нежнее. Он становится более любящим. И растёт палитра чувств. Да, да. Он становится моим инструментом проявления любви и отношения к людям.